Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня в этой студии с вами я, Ирина Чекунова, и представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Алина Дубасова, заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности, Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области, руководитель 1-го следственного отделения. Добрый день, Алина, вот так довольно-таки длинно звучит ваша новая должность. Да, здравствуйте. Коншубий Казеев, исполняющий обязанности руководителя Заволжского межрайонного следственного отдела СУСК России по Тверской области. Коншубий, добрый день. Добрый день. Кирилл Чистяков, исполняющий обязанности руководителя Московского межрайонного следственного отдела города Твери. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. И Роман Дуйналиев, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики, Следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Роман, добрый день. Уважаемые друзья, повод у нас сегодня, как вы уже поняли, по большому счету праздничный. 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Что это за праздник и когда к этому праздничному дню присоединились сотрудники Следственного комитета России? Праздник существовал давно, в 2013 году, по-моему, уже было 300 лет, со дня указа Петра I. День сотрудника следствия Российской Федерации отмечается начиная с 2014 года в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года. И именно тогда у нас появился новый праздник, официальный праздник, День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Уважаемые друзья, у меня первый вопрос к вам. Мы отмечаем праздник, а как можно выучиться на следствии, какой луз надо закончить, если нас слушают сегодняшние выпускники, которые мечтают стать следователем. Может быть, кто-то насмотрелся сериалов, которых сейчас достаточно много. Вот ничего, не хочу, хочу стать следователем. С кого начнем? Какой вуз? Давайте, Роман. Значит, естественно, необходимо иметь высшее юридическое образование. В настоящее время на территории Российской Федерации большинство вузов имеют такую возможность, имеют факультеты, юридические факультеты. Естественно, это в первую очередь университеты, которые находятся и расположены в центральной части страны. Это Москва, Санкт-Петербург. Ну и нельзя забывать о той старой школе, вузах, которые были, естественно, приоритетом в этом направлении. Это город Саратов, город Екатеринбург. Это старая школа считается, да? Саратов-Екатеринбург? Ну, несмотря на тот факт, что именно в Саратове находится Саратовская государственная академия права, которая в настоящий момент переименована, и выходцы как раз города Саратова, Екатеринбурга, города Москвы всегда являлись выходцами, которые получали хорошие навыки, знания профессорского состава, докторов наук, которые могли передать свои знания, опыт и, соответственно, научить ребят тем азам и тем непосредственным важным аспектам, которые необходимо потом применять в работе в последующем. На своем примере могу рассказать о том, что я как раз окончил Саратовскую государственную академию права в городе Саратове, где получил высшее образование, которое позволило мне потом это применить, естественно, в практике и трудоустроиться в органы следствия, в настоящий момент Следственный комитет России. — Выпускники Тверских школ, то есть они могут рассчитывать, если они не с руки поехать в Саратов, закончить юрфак нашего Тверского государственного университета, да, и точно так же прийти в следствие, да? Нужна какая-то дополнительная специфика, дополнительное образование, Алин? — Нет, я родилась, выросла в Твери и, соответственно, заканчивала юридический факультет Тверского госуниверситета, и мечта детства была стать именно следователем, пойти именно в эту профессию. — Я знаю, что мечта эта родилась с того же небезызвестного сериала, который уже идёт 20 лет про практически тайну следствия, да? — Да. — Образ Марии Шевцовой не давал покоя, да? — Шевцовой, да. Маме говорила с самого детства о том, что хочу стать следователем, и, соответственно, поступление на юридический факультет Тверского госуниверситета — это первая ступень в том, чтобы продвинуться к своей мечте. — Ещё учащена в юридическом факультете, попала на практику в Следственный комитет при прокуратуре тогда ещё Российской Федерации по Тверской области, несколько лет была общественным помощником следователя, и уже по окончанию университета и получению диплома устроилась следователем в Калининский международный следственный отдел. — Катсубий, ваш путь к этой профессии? — Мой путь я закончил в Карачао-Черкесской академии по специальности юриспруденции, после чего приехал в город Тверь, был общественным помощником на протяжении семи месяцев, после чего был зачислен в кадровый резерв и назначен на должность следователя, тогда ещё при прокуратуре. Я считаю, что следователем человек должен работать по призванию, не просто по желанию, а по призванию. — Как человек понимает, Костя, что это не призвание? Это нужно как бы погрузиться в эту работу? Практика показывает? — Практика показывает. Ещё на стадии, когда человек в качестве общественного помощника ходит, помогает, уже можно смотреть и визуально, и практически оценить способности, возможности человека, его восприятия, понимания юридических терминов. — Если человек разбирается в составах преступления, то есть такие, которые, к сожалению, не даются. — Ну не даются, но в составах преступлений можно же вызубрить, можно выучить тот же самый уголовный кодекс, да? — Но не дано, да, человеку? Можно быть подкованным теоретически, но работать на земле никак. Душа не будет лежать. — Нет, нужно ещё понимание. Помимо того, что можно вызубрить, нужно понимание этой теории. — Если человек не понимает смысла того, что он выучил, то нет смысла ему работать в данной сфере. А тем более в данной работе решаются судьбы людей, где есть максимальные сроки лишения свободы. Здесь ошибок не должно быть. Здесь должен быть профессиональный подход к делу, и здесь нужен тщательный выбор. Поэтому для этого у нас существует отдел кадров, естественно. Когда человек ходит общественным помощником, его закрепляют за определённым следователем. Естественно, у следователя спрашивают мнение, как себя человек проявляет в его возможности. Есть ли необходимость его принимать на работу. Если нет, то почему? Естественно. — Кирилл, как состоялся ваш путь в профессию? Вы тоже были общественным помощником? — Да, я как раз пример, скажем так, Тверской юридической школы. Также заканчивал наш Тверской государственный университет, юридический факультет. Не думал вначале, что буду следователем. Не предполагал даже, что попаду в эту профессию. — Какая-то другая мечта была? Может быть, работать в полиции, уголовный розыск? — Нет, я как-то вообще себя не связывал с правоохранительными органами. Но на третьем курсе также попал на практику в Московский межрайонный следственный отдел. Работа очень сильно понравилась, потому что эта работа интересная, необычная, требующая, как Каншулби Шамильович правильно говорит, живого от тебя какого-то ума. Поэтому очень понравилась. Полтора года я практически отходил общественным помощником. — Смотрите, какие разные сроки. Кто, сколько? — Потом сходил, отслужил в армии и после этого устроился непосредственно следователь в Московском межрайонно-следственный отдел. — Роман, вот Каншулби говорил о том, что право на ошибку как сапер следователь не имеет, потому что человеческая судьба — это же прежде всего у вас работа-то в общении с людьми тоже, да? За день приходится общаться с огромным количеством людей, да, и в качестве потерпевших, и в качестве подозреваемых, потом обвиняемых, да, насколько складывается вот это взаимодействие и как люди относятся к вашей профессии. Я знаю, что даже переступить порог для многих следственного комитета — это уже страшно, да? Кажется, что судьба перевернется, а здесь нужно либо помогать, либо как-то отвечать по закону. — В первую очередь никогда нельзя, конечно, забывать о приоритетных задачах, которые ставятся председателем Следственного комитета. Это, в первую очередь, исполнение кодекса этики, вежливого общения. Все это предусмотрено внутренними распоряжениями, установленными документами. И, конечно же, не забывать о человеческом факторе, потому что не зря у нас говорят «от суммы тюрьмы не зарекайся». И нельзя забывать о том, что разные причины, разные обстоятельства, предшествующие той или иной проблеме, в данном случае, соответственно, противоправные какие-то случаи, нужно разобраться изначально объективно, что послужило причиной, что произошло на самом деле. И как раз-таки председатель Следственного комитета, он в первую очередь ставит задачу изучать каждый противоправный случай на предмет установления объективной истины по делу и, соответственно, восстановления нарушенных прав граждан. А уже в последующем определяться с виновностью, с привлечением необходимости к уголовной ответственности и, соответственно, выполнению тех задач, которые уже ставятся законами. Уважаемые друзья, сейчас делаем небольшой перерыв на рекламу, буквально три минутки, не переключайтесь, самое интересное впереди. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о дне сотрудника органов следствия. У меня в эфире, здесь это, говорим, для радиослушателей, сидят вот такие красивые сотрудники межрайонного, межрайонного, говорю, регионального следственного комитета. Мы начали говорить о том, что профессия следователя, это, прежде всего, профессионально психолога, потому что постоянно приходится работать с людьми. Вот как, ребят, по-вашему, как чувствуется на опыте? Люди доверяют вам, помогают? Вот потому что помощь, без этой помощи человеческой никуда. — Сложно этот вопрос ответить, потому что элементарно, когда приглашаем кого-либо в качестве понятых, ведь большая часть отказывается. — С понятыми-то всегда была проблема? — Да, так, конечно, есть зачастую очевидцы, то есть те люди, которые за справедливость, за законность являются случайными свидетелями, очевидцами, когда они сообщают об этом, нам помогают в ходе расследования. Кто-то на мобильный телефон записывает события, кто-то просто видел визуально нам в качестве показаний, да, такие доказательства, ну, как бы сказать, может, 50 на 50. — Ну, так в лучшую сторону как-то сдвигается отношение или нет? Вот как мы говорим все время с сотрудниками ГАИ, вот здесь вот в этой же студии, о том, что стало больше людей звонить, а тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии, это мы уже как-то переломили, да? — Не, ну, количество обращений растет. — Растет, да? Обратиться к вам можно и по телефону, и прийти лично, и проводятся онлайн-приемы, насколько мне известно. — Да, и на электронный адрес можно отправить обращение следственного управления, и различными способами граждане обращаются, соответственно, каждое обращение рассматривается, и в установленном порядке даются мотивированные ответы. — Насчет боязни как? Не боятся люди вот так вот к вам приходить и о чем-то сообщать? — Это зависит, это все зависит от людей. Кто-то гораст, вот как Шубей Шамильевич сказал о том, что поддержать, наоборот, что-то новое, рассказать, что сами люди идут, что вот мы стали очевидцами того-то, того-то. А бывает, что уже сотрудники полиции, либо мы в ходе следствия устанавливаем, что вот человек был непосредственным очевидцем данного совершенного преступления, этого человека пытаемся найти, он там всячески не горит желанием общаться с органами следствия, ну, не хочет. — Не горит? Почему вообще? Какие причины? Это потому, что потом будет суд или долго ходить? — Здесь сложно сказать, здесь все будет зависеть от человека. Кто-то боится, наверное, возможной мести со стороны тех лиц, кто привлекается в качестве обвиняемых, потому что иногда некоторые свидетели спрашивают, «А мне ничего не будет, вот он выйдет, а что он со мной сделает?» — А, кстати, были такие случаи, что мстили и каким-то образом свидетелям доставалось? — Пока, слава богу, нет. — Пока нет? Это мы можем успокоить людей, да, и дать совет, помогать следствию, для чего это прежде всего надо, для восстановления справедливости? — Конечно, конечно. — У меня есть же разные процессуальные меры. Есть у нас и службы, которые по защите... — По гороскопительным. — Да, потерпевших. Госзащита, а также следствие вправе засекретить лицо, дающее показание. То есть... — Это же можно сделать и в суде? — Да, это граждан, и в принципе, и на следствии. Сохраняем данные о личности свидетеля в тайне, и никто не видит данных этого лица, ему присваивается псевдоним, и, соответственно, в суд он лично не приходит. И если он и дает показания в суде, это посредством конференц-связи, и с изменением голоса, чтобы не могли узнать, что это за свидетель. — Много вообще дел, потому что я знаю, что работа у вас настолько беспокойная, и она требует... — Ну, это практически жизнь. Вы живете в Следственном комитете, да, потому что эта работа не знает ни выходных, ни праздников, ни перерыва на обед, да. — Много дел приходится одновременно расследовать, или как все ли сейчас действующие сотрудники, вот в вашем подчинении у вас в отделе, а отдел по расследованию особо важных дел считается, наверное, как бы вершиной, насколько мне известно, да, там берут следователи с большим опытом работы, справляются, и не приходится ли никого уговаривать, как? Кирилл, как у вас? — У нас сейчас произошло, скажем так, обновление коллектива, коллектив во многом молодой, ребята все стараются, работают, в производстве у каждого по 7-8 дел, безусловно, объем большой, но все прекрасно понимали, на что они шли, все работают, поэтому стараемся заканчивать все установленным законом. — 7-8 дел, это же очень много, да? — Ну, там это еще нужно добавить, что процессуальные проверки сейчас следует проводить. — Это же еще помимо всего прочего, да? — Помимо уголовных дел, конечно. Там тоже в среднем получается по 20-25 сообщений о преступлении в месяц, следует проверяет. — Как бы это тоже в нагрузку считается у нас? — Помимо этого еще поступает большое количество обращений граждан, которые во многом тоже вложатся как на руководителей, так и иногда и на следователя, по которым тоже надо проводить определенные проверочные мероприятия. — Кирилл, вы сказали, что отдел молодой, а как вообще легче с кем работать? С молодыми сотрудниками, говоришь, с более опытными? Или молодые, у них больше такой огонь в глазах, и хочется как можно больше сделать, успеть и показать, на что ты способен? — Лично мое мнение, что не должен быть некий баланс, когда молодой сотрудник может обратиться к более старшему товарищу за каким-то советом, за какой-то помощью, и смена поколений в любом коллективе должна происходить постепенно. Ну вот у нас сейчас как раз так и есть, что у нас есть три более опытных сотрудника, и четыре молодых, еще даже трое из которых не аттестованы. Поэтому люди учатся. Главное, чтобы, как правильно Каншоубича Министерства указал, было желание и стремление работать и постигать эту профессию. — Это московский МСО по городу Твери, Заволжский. Я знаю Каншоуби, и у вас тоже омолодился состав. Когда-то я приходила много лет назад к тем сотрудникам, которые теперь уже кто в Москве, кто в Вожняках. Да, у вас тоже молодежь? — У нас сейчас получается четыре следователя, у которых опыт работы менее года. В принципе, есть старшие следователи, но опыт передается, конечно. Скажем, из поколения в поколение. Ну ничего, все справляются, ребята. У нас в коллективе все по призванию работают. — Это чувствуется, да? — Это чувствуется, потому что когда человек чувствует ответственность за каждое свое уголовное дело, за каждый материал, он переживает за каждое свое дело. Это надо, я считаю, оценить. И добросовестное отношение к работе, в первую очередь. — Это прежде всего... Роман, у вас такое направление, оно очень сложное, специфическое, да? Требующее кропотливости особого внимания, потому что это налоговые преступления, коррупционные, да? Это экономика. Это всегда было сложно. Как подбираете кадры, если работает ли у вас институт наставничества? — Ну вот опять же, да, возвращаясь к теме института общественных помощников, как раз-таки те следователи, которые сумели проявить себя, показать свои умения, навыки в районных подразделениях, к ним, естественно, руководство присматривается, есть возможность прикомандировать следователей в отделы по расследованию особо важных дел. В последующем как раз-таки и принимаются уже окончательные решения руководством следственного управления о том, сможет ли данную нагрузку следователь тянуть, сможет ли он выполнять задачи руководства, в кратчайшие сроки выполнять эти задачи. И, естественно, не забывать об этих приоритетах, о которых было сказано, восстановить нарушенные права граждан. И с этой целью, чтобы в районных подразделениях наименьшим образом сказывалась результативность работы, как раз-таки на уровне председателя созданы Академии Следственного комитета, для того, чтобы воспитание и становление следователей, будущих следователей, шло с низов, начиная уже со школьной парты, и, соответственно, чтобы уже с АЗОВ люди могли понимать, приобретать те навыки и в последующем уже идти в подразделения тех и иных регионов, либо откуда они родом, либо где они хотели бы себя видеть. Такая возможность тоже, естественно, имеется. И, конечно же, мы стараемся напрямую общаться и с руководителями в межрайонных следственных отделах, поскольку никто, как они, смогут дать открыто и, так скажем, объективную оценку дать следователям, которые действительно достойны повышения в карьере и занять, как говорится, элитное место в должности следователя. Кстати, ребят, на местах, на земле, вы же тоже, у вас же разные, у вас не только преступления против личности, вы тоже расследуете какие-то коррупционные преступления, да? И в сфере экономики у вас всего, вся жизнь, да? Да, у нас просто, в отличие от дела с уголовной, процесса облаженных дел, может быть, масштабов поменьше дела в голове. И у нас есть, конечно, коррупционные направленности, экономические, против личности. Просто в отделе правосудовательных дел рассуются дела, где наибольшее количество эпизодов фигурантов уголовных дел. Наверное, уровень фигурантов несколько другой. Вот. Ну, естественно, руководство всё это видит, смотрит. И если это уголовное дело, так сказать, по своим масштабам, необходимо рассматривать в отделе ПОВД, то дело у нас вызывает, в отделе ПОВД. Ну, это происходит не так часто. Потому что, скажем так, либо дела им напрямую в ПОВД поступают, в отдел ПОВД. Вот. Ну, и на земле, я тоже скажу, нет лёгких дел. Все дела, по-своему, они сложные. Требуют определённого внимания, да, там, кропотливой работы тоже. Это, как я никогда не забуду, когда с одним из руководителей регионального следственного комитета, когда я общалась, он сказал, что, что значит громкие уголовные дела. Все дела громкие. Не бывает неважных дел, да? Тем более, что за каждым делом, каким бы там несущественным оно ни казалось, возможно, для средства массовой информации оно не столь интересно, да? А для каждого человека это судьба человека, действительно. Не бывает того, что, а, это мы можем отложить, это мы расследуем завтра, а вот сейчас вот громко тут такой фигурант с именем, да? Это именно, наверное, такой принцип работы. Ну, естественно, за каждым уголовным делом стоят судьбы людей, и нельзя делить там дела на элитные дела или неэлитные дела, которые будем расследовать, не будем расследовать. Мы все пришли на службу, и мы все давали присягу, и, соответственно, любое дело для нас будет самое важное. И для нас приоритетная задача обязательно закончить дело, к логическому завершению, прекратить... И существуют ведь сроки еще. Сроки, да. Сроки, конечно. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? В программе... Меня зовут Сергей. Хорошо, что вы упомянули вот о замечательном сериале «Тайна следствия». Был еще не менее интересный сериал «Следствие ведут знатоки». Да, интересно. Мы помним Павловича Знамерского. Замечательный человек. Вот. И хотелось бы в этой связи узнать. Вот, смотрите. Совсем недавно, ну, буквально еще года, наверное, не прошло, да, когда сотрясали скандалы, и на скамье подсудимых оказались высокопоставленные следователи в генеральских погонах. Вот на какая у нас ситуация в Твери с этим? Значит, все ли у нас там хорошо? Хочется, конечно, следователей поздравить с профессиональным праздником и быть спокойным, что за чистоту кадров там все-таки отвечают люди достойные и ответственные. Поэтому нам хотелось бы не только испытывать уважение к тем героям сериалов, но и знать в лицо и гордиться сегодняшними следователями. Ну и, естественно, может быть, наоборот, ставить на вид по случаям, если случается то, чего быть не должно. Но спасибо. Да, спасибо, Сергей, большое. Да, ну вот давайте у нас на роман, да, так как вы отвечаете за это. Представители, которые находятся в этой студии, я думаю, что не запятнанные, я хочу надеяться на это, да. И, естественно, как крылатая хочется вспомнить, а судьи кто, да? Что мы можем ответить, Сергей? Ну, смотрите, к большому счастью на сегодняшний день среди представителей Следственного комитета, естественно, нет тех, кто попал под уголовную ответственность. И по большому счету все это получается у нас серьезной дискредитацией власти в глазах людей, да, в глазах общественности, в том числе слушателю, который обратился к нам с вопросом. Ведь у граждан, столкнувшись с такими подобными проявлениями, когда происходят преступления, соответственно, чиновниками, должностными лицами, преступления коррупционной направленности, формируется вот как раз вот это негативное мнение о правоохранительной системе в целом. Но в действительности, в настоящий период времени количество коррупционных преступлений, оно снижается. И благодаря как раз-таки системной работе по борьбе с коррупцией, в том числе профилактические меры, которые принимаются, продолжает у нас как раз эта борьба вести к снижению этой преступности. И то неотвратимое как раз-таки наказание, сроки лишения свободы, штрафные санкции, они свидетельствуют о том, что меры, принятые на, как говорится, высоком уровне, на уровне президента, те изменения, которые вносятся в Уголовный кодекс РФ, они действуют и влияют на непосредственно статистику коррупционной преступности. Я знаю, что у Вас ведь есть, так же, как в любом правоохранительном ведомстве, структуру собственной безопасности, да? То есть за каждым шагом, можно сказать, Вашим идёт наблюдение, да? Ну, соответственно, да, у нас в следственном управлении есть должность помощника руководителя как раз по физической защите, который, в принципе, проводит все служебные проверки в отношении сотрудников, и, соответственно... Ну, я знаю, я могу сказать одно, что если что-то случается, конечно, не приведи Бог, то средства массовой информации об этом сообщают, и Ваша структура не утаивает никогда то, что что-то произошло неладное. Ну, вот как раз говоря о предыдущей теме разговора, каким образом люди, граждане, население может вообще обращаться с теми или иными проблемами, с той иной информацией для того, чтобы сообщить правоохранительным органам, не только Следственный комитет, органы внутренних дел, Федеральную службу безопасности, органы прокуратуры, которые непосредственно как раз-таки должностные лица прокуратуры, они и принимают меры прокурорского реагирования, в чём взаимодействие с которыми нам, конечно, облегчает работу. Средства массовой информации – это первоочерёдная на сегодняшний день, я считаю, та ветвь, которая позволяет быстро, лаконично и достоверно предоставить ту или иную информацию, которую необходимо проверить тем или иным путём, в данном случае следственным путём. Как раз-таки в большей степени этим занимаются, конечно, межрайонные следственные отделы, которые проводят зачастую процессуальной проверки, в результате выявления причин преступлений, да. Есть ещё телефон доверия. Да, телефон доверия, но мы его ещё раз в этой студии произнесём, конечно же, чтобы люди звонили и проявляли активную жизненную позицию. Я знаю, что по многим нашим репортажам в вашем ведомстве проводят проверку следственную, и некоторые из таких проверок заканчиваются возбуждением уголовных дел, и вот у меня по патрульной службе был ряд таких вот эпизодов. Это было. Коншууби, у меня к вам вопрос, потому что вот вы сейчас руководите Заволжским межрайонным следственным отделом по городу Твери, скажут, что Заволжский объединяет в себя и Заволжский район, и Пролетарку. Да, это два района города Твери, но пришли-то вы из Вожняков, да, то есть и расследовали-то такие громкие уголовные дела, которые были на слуху буквально не только даже у жителей региона, а у всей России. Взять хотя бы дело чёрных риэлторов. Сколько, давайте вспомним, потому что скоро уже вот мы ожидаем приговора, этим летом пандемия вмешалась, сроки сдвинулись. То есть начиналось-то всё с чего, и сколько времени у вас ушло на раскручивание вот этого клубка преступного? Порядка полгода. Полгода это длилось, да? И сколько же там фигурантов первоначально, по-моему, 16 человек? 17 человек. 17 человек. 9 только доказанных убийств, да? А ведь ещё возможно, да, возможно, мы говорим, возможно. С чего всё начиналось, Коншууби? В начале того, что были обнаружены трупы, неопознанные трупы в заложке в районе города Твери. Потом, в последующем, были установлены их личности. В ходе анализа было установлено, что накануне квартиры их были проданы. Естественно, трупы были без видимых внешних признаков насильственной смерти. Это уже потом, в последующем, был установлен способ совершения убийства. Потом из Москвы были получены, точнее, мной были запрошены сведения в Москву о лицах без вести пропавших. Был проведен анализ о том, кто когда пропал, и продавалось ли жильё, и кто принимал участие в продаже имущества. То есть, в качестве риэлторов, посредников. И было установлено, получается, 5 фактов мошенничества, связанных с отчуждением квартир, ну и также с совершением убийств после того, как квартиры были перепроданы, с целью сокрытия преступления. В настоящий момент в Тверском областном суде уже вынесен вердикт присяжных о виновности. Виновны. Да. Сейчас мы ожидаем приговор. Были такие моменты, которые повергли вас в шок? Я просто, когда первый раз встретилась с основным фигурантом дела, которого уже нет в живых, я была просто поражена, такой с виду благополучный, приличный человек, и никогда не скажешь, да, что это за ним возилось. Чему вы были удивлены вот в этом деле? Ну, все они отзывались как интеллигентен, добропорядочен такому человеку, скажем так, уважаемым. Вот что никто не мог даже предположить, что данный человек мог совершить как минимум 9 убийств. И не просто убийства, а живьём его могилы и живьём в прорубь. Это страшно. Конечно, людей закапывают заживо в могилы и тоже топят в реке, в проруби. И самое, конечно, что меня поразило в шок, то, что они с жертвами общались длительное время. Они входили в доверие, они входили в гости, проводили всякие мероприятия вместе, да, там праздничные и так далее. И уже когда квартиру продавали, вот так вот, с таким холодным сердцем, скажем так, с ними оставались. Всё, пока трубите, да? Да, всё. И это уже не человек, всё это уже отработанное материало. Это, конечно, ужасно. Кирилл, вам приходилось в вашей работе удивляться, поражаться, пугаться человеческой сущности оборотной стороне, так скажем? Ну, безусловно, работая ещё следователем, да, с многими не совсем приятными ситуациями приходится сталкиваться, с не совсем, возможно, приятными людьми, поступки которых не всегда можно объяснить с точки зрения какой-то моральной, нравственности и просто даже человеческого подхода. Но, по крайней мере, всегда следователь, он же должен быть беспристрастным в какой-то мере, да, и объективно подходить к расследованию уголовного дела, разбираясь в каждой детали произошедшего. Поэтому мы всегда стараемся вот этот принцип соблюдать и, ну, скажем, не удивляться тому, что произошло, а разобраться в этом и привлечь лицо к заслуженному и законному наказанию. Хотя удивлению, наверное, много что поддаётся, да? Удивляться приходится многому, к сожалению. Ну, так, несмотря на то, что по телевизору всё это показывают, говорят, всё равно люди продолжают совершить те же самые преступления. По той же, может быть, даже схеме? По той же самой схеме, да. Это как мне когда-то кто-то говорил, что пошёл на преступление, даже прочитав роман Достоевского «Преступление и наказание». Ведь подвигнуть мужа могут разные мотивы, да? Даже классика литературы. Ну, сейчас в основном, мне кажется, людей подталкивают на совершение преступлений против личности. Это, в частности, корыстные мотивы с целью завладения имуществом, с целью завладения квартирой, деньгами, в ходе совершения разбойного нападения. Ну, и, соответственно, личная неприязнь тоже для совершения именно преступлений против личности. Это конфликты, скандалы, ревность. Всё это. Усугублённые, возможно, алкоголем. Да? Часто ведь так называемые бытовые преступления, которые за бутылкой. А так бы, может быть, и не было бы ничего. Много более даже. То есть почти по каждому преступлению против личности, если это убийство, либо причинение тяжких телесных повреждений, повлевших смерть, в любом случае, одним из отягчающих обстоятельств судом признаётся обычное нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Это отягчающее обстоятельство. Не то, что, типа, я не отвечал за себя, я был не в себе. Уголовным процессуальным кодексом введено как обстоятельство отягчающее наказание лица, привлекаемого к ответственности. Моменты лёгкой наживы. Ведь люди иногда получают информацию от круга общения, либо случайно от кого-то что-то узнают, что у кого-то достаток, допустим, позволяет жить, как говорится, иметь возможность финансового какого-то положения более высокого, чем средний статистический показатель. И люди, стараясь из-за лёгкой наживы, конечно, идут, думая, что всё это получится легко, просто, а на самом деле ничем хорошим, как показывает практика, это не заканчивается. Рома, влияет ли экономическая ситуация в стране? Вот сейчас, конечно, очень многим не сладко в связи с тем, что по всему миру прокатилась пандемия, экономика не в лучшем состоянии. На преступления, которые расследуются вашим отделом, как вы считаете, всё в совокупности или больше зависит от человека? Нет, это всё в совокупности, естественно. И экономика, и обстановка, и общественная, общественно-нравственная обстановка, всё это влияет. И как мы, как раз, если обратим внимание, президентам не спроставить принимаются меры, определённые выплаты, денежные компенсации семьям, у которых есть малолетние дети, повышение индексации ипотечных выплат в плане материнского капитала, чтобы люди могли иметь возможность взять квартиру в ипотеку, чтобы любым способом оградить людей от тех, так скажем, намерений и мыслей, чтобы переступить закон. Это действительно профилактика, потому что когда человек остаётся у разбитого корыта, куда? Первая мысль идти на улицу и отобрать то, что есть у кого-то. Да, наверное? Коль мы начали, несколько слов буквально о наиболее резонансных преступлениях, возможно, этого года. За последнее время можно отметить, конечно, много преступлений коррупционной направленности, но вот вторым отделом расследовалось преступление по отчасти четвёртой статьи 2-1, это как раз дача взятки в крупном размере должностному лицу, связанное с управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра. Соответственно, в данном случае общая сумма взятки она составляла свыше 270 тысяч рублей. Также необходимо отметить, что данное преступление было выявлено при взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, а именно Управления экономической безопасности. Взаимодействие с Федеральной службой безопасности также у нас находится на высоком уровне. По представленным материалам которых у нас был выявлен факт получения коммерческого подкупа в крупном размере, данное дело было возбуждено по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса РФ. И как раз таки были установлены в ходе следствия, благодаря оперативно-режиссным мероприятиям, факты получения конкурсным управляющим денежных средств, общая сумма которых составила 500 тысяч рублей. И такие факты, к сожалению, имеют место быть, но, как я уже сказал, благодаря важному налаживанию взаимодействия между правоохранительными структурами при помощи, конечно же, органов прокуратуры, у нас получается своевременно реагировать на те или иные выявленные противоправные факты и давать им правильную юридическую оценку. — Каншу Бей, мы говорили относительно одно только дело вспомнили, которое добилось вам расследовать в должности следователя старшего, да, следователя по отделе пособия важным делам. Что сейчас в этом году, как, кстати, вам работает на земле, да, сразу такой нырок оттуда, и есть ли интересные дела, где на самом деле есть над чем поработать? — Конечно, все уголные дела для нас интересные, специфика, конечно, другая, скажу так, по большей части против личности у нас преступления. Естественно, коллектив молодой, которому необходимо передавать опыт, вот в этом, скажем так, я с марта месяца 2020 года исполняю обязанности. За это время было возбуждено уголное дело по факту без восстановления гражданина Узбекистана, вот, в отношении которого было, как потом было установлено, разбой нападения. — Это было в 2019 году, да, Консу Бей? — Да, было в 2019 году. — Да, мы патрульки говорили об этом. — Да, вот, его друг сообщил о том, что он потерпевшего скинул с моста в реку Волгу, и, как бы, что было потом, с ним он не знает, не видел. В последующем были различные версии, вот, и проанализировав, конечно, все эти данные, все полученные доказательства и версии подозреваемого в ходе, скажем так, следственных действий был обнаружен труп потерпевшего, который он скрыл в подвальном помещении дома. — Насколько мне известно, вы сами непосредственно, да, вот эту ниточку раскопали и нашли, что тело-то тут. — Да, как бы, ну, опять же, молодому поколению передается таким образом опыт, когда вместе со следователем, вместе с ним работаешь, не даешь, не просто даешь указания, какие следственные действия необходимы выполнять, а когда непосредственно сам с ним участвуешь в этих проведении этих следственных действий. И, значит, зачастую следователь себя чувствует уверенным, когда рядом руководитель находится и в принятии каких-либо решений его поддерживают. — Это непосредственно еще такая вот мыслительная работа, ведь это же нужно додуматься, да, нужно стать на место самого подозреваемого, да, или как? — Ну, были собраны сведения о том, где находится видеокамера, а также, как бы, не хотелось бы раскрывать всех секретов нашей следственной работы. — И сейчас сегодня этого делать не будем. — Да, опять же, да, это глубокий анализ всех доказательств и версии обвиняемого, так сказать, все. — Кирилл, наиболее интересные дела в московском районе, московский международный следственный отдел, это московский и центральный район города Твери. — Ну, у нас также из интересных дел, в основном, это дела против личности, особо резонансные. Так у нас в 2019 году было возбуждено дело по факту убийства мужчины в поселке Хримин-института города Твери. Мужчина сам являлся инвалидом, практически не ходил. В ходе предварительного расследования с помощью сотрудников нашего отдела криминалистики, которые нам очень сильно помогли в раскрытии этого дела, было установлено, что сожительница этого мужчины, также женщина, скажем так, тоже с инвалидностью, в процессе распития спиртных напитков облила его из канистры спиртом и подожгла, в результате чего мужчина в дальнейшем скончался от множественных пожилов. — Вспоминая это дело, мы еще говорили, вот он, куда спирт пошел, да? Это же надо додуматься тоже. Но явно уже не в себе человек был под алкоголем. — Да, по данному уголовному делу провели большое количество следственных действий, большое количество судебных экспертиз, их было более 12, осмотрели и исследовали более 30 изъятых объектов. По результатам расследования, несмотря на то, что позиция обвиняемой была, скажем так, противоположна позиция обвинения, она не признавала свою вину до последнего, и сейчас ее не признает. Но в итоге нам удалось направить это дело в Тверской областной суд, где оно сейчас рассматривается, тоже в скором времени, я думаю, будем ждать положительного результата в виде заслуженного наказания. — Алина, 210-я часть первая статья у нас такая, да, с недавнего времени введена? — Да, введена в апреле 2019. — И причем мы недавно о ней сообщили, и многие жители региона об этой статье не знают. Это занятие высшего положения преступной иерархии, да? — И у нас уже есть дела по этой статье, да? — Да, несмотря на то, что норма закона относительно новая, которая введена в действие в апреле 2019 года, первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении жителя города Твери, которому предъявлено обвинение в совершении занятия высшего положения в преступной иерархии, а именно статус смотрящего за Тверской областью. В настоящий момент фигурант находится под стражей. Расследование данного уголовного дела продолжается. Сейчас происходит сбор доказательной базы, и в дальнейшем уголовное дело планируется направить в Тверской областной суд. — Ну да, такая статья интересная. Казалось бы, так и между собой, как у нас все специалисты в медицине, наверное, здесь все знают, кто там, кто в законе, кто смотрящий, казалось бы, да? Но здесь тоже нужно собирать доказательную базу, чтобы каждое слово доказать. — Безусловно, здесь очень важно оперативное сопровождение, которое осуществляется и силами отдела по борьбе с организованной преступностью, управлению уголовного розыска Тверской области, это и силами УФСБ России по Тверской области, при обязательной поддержке сотрудников УФСИН России по Тверской области, которые также предоставляют значимые результаты оперативно-розыскной деятельности, которые мы используем в своей следственной работе. — Это очень важно, чтобы знать, что у нас как бы главенствующий это закон, да? На территории России мы все живем, если все подчиняются закону, так все. — Конечно. — Каншуби, мне хотелось бы буквально, но, к сожалению, очень мало времени в эфире. Ваш совет родителям? Наверняка очень много, но бывают, скажем так, есть преступления в отношении несовершеннолетних, и сами несовершеннолетние встают на преступную работу. — К большому сожалению, большинство родителей не знают, что находится в телефоне у их детей, начиная от фотографий, какие сайты они посещают, какие у них идут переписки с друзьями, потому что очень много фактов в совершении преступлений, как и малолетним, то есть несовершеннолетним, так и в отношениях в половой сфере, скажем так. Также те же наркотики, потому что необходимо смотреть и еще куда деньги уходят, которые родители дают детям. — Да, там на карманные расходы. — На карманные расходы, скажем, на чайную булочку, на самом деле, куда они уходят, необходимо хотя бы раз в месяц, я считаю, проверять телефон ребенка, хотя бы знать его психологическое состояние, а также совершать ли он какие-либо преступления, потому что, как мы все знаем, те же наркотики, за них дают очень большие сроки наказания. — Это вот мы недавно делали сюжет, что это реальный срок, несмотря на то, что человек несовершеннолетний, до 10 лет может получить совершенно свободно. Уважаемые друзья, по-вашему, чего больше в мире, философский вопрос, но я всегда с этим называю, зла или добра? Все-таки добро восторжествует над злом, потому что зло не дремлет, и неизвестно, откуда ждать этого удара. — На мой взгляд, конечно, добро восторжествует, и у нас в регионе много людей, которые своим примером показывают хорошую работу, качественную работу и, естественно, стремятся для того, чтобы достичь положительного результата в любой сфере деятельности, о чем уже и было сказано, как раз-таки чему способствует взаимодействие между разными органами власти, в том числе и правоохранительной системой. — Кирилл, ваше мнение? — Во что верится? — Борьба вечная, но я думаю, добро победит. По крайней мере, мы со своей стороны приложим все усилия для достижения этой цели. — Алин? — Я всегда была оптимисткой по жизни, поэтому я знаю, что добро однозначно победит зло, и мы боремся с этим злом. Для этого наша служба и создана, чтобы мы все-таки победили. — В консульбе и ваше мнение? — Есть уголовные дела прошлых лет, где спустя 15-20 лет мы раскрываем преступления, в том числе и убийства и так далее, и возмездие оно приходит, справедливость торжествует, поэтому добро. — Спасибо огромное, друзья, за участие в нашей программе. С праздником вас еще. — Спасибо. — Пусть побольше будет у вас свободного времени на ваши любимые занятия для семьи, и надеемся, что действительно добро победит зло. Всего доброго. — Спасибо. — Спасибо, до свидания. — Спасибо.